Куда не придешь, какая у вас должность пожарный, кто пожарный или пожарный? Следующий вопрос, что прям тушите? Прям тушь. То есть можно уже сразу заходить и говорить, что пожарный, да, действительно пожарный, прям тушу. Не дожидаясь этих образов. Мне было 27 лет. Родила двоих детей. Мне предложили, я думала, почему нет. Мне в голову не могло прететь, что это какие-то запрещенные профессии. Я не знала об этом. Изначально я не столкнулась ни с какими проблемами в этом плане. Все, можно расслабиться. Да. Можно поступить на службу пожарным. После этого проходить первоначальное обучение, которое дает допуски на работу на высоту, допуск на работу в непригодной для дыхания среде, непосредственно у очага. Они не могут отказать в попытке сдать экзамены. Они не могут отказать в обучении. Человек имеет право учиться там, где он хочет и на кого он хочет. Дело не в том даже, мужчина или женщина. Я хочу сказать о том, что к специальностям надо подходить серьезно. И не только недостаточно желания, одного лишь желания. Вот есть очень много девочек, они мне пишут постоянно, которые хотят стать пожарными. В том числе они поступают и в колледжи, чтобы поближе быть к профессии и мечтают в итоге потом стать пожарными, то есть ходить в огонь. Но я смотрю на фотографии у этой девочки, я понимаю, что моя 11-летняя дочка больше ее, хотя бы по размеру, физически, но не может пожарной весить меньше, чем колонка. Иногда и двери надо выбить, и дятенку в 120 килограмм на себе вынести. Ну как она это будет делать? И мужчины встречаются со своими страхами, кто-то бывает и темноты боится, кто-то и маски боится сделать даже первый вдох, огня боятся, замкнутых пространств. Ведь мужчины же тоже люди, такие же, как и женщины. Шли они на эту работу, воодушевленные в плане того, что для них это что-то героическое, это какая-то романтика какая-то, что пожарная спасает, выносит на руках, красиво все это. Я не могу сказать, что они разочаровываются потом. Что если рядом станет женщина, которая делает то же самое, может это делать, делает, то их как-то это немножко, все-таки я бы, наверное, отбор, особенно психологический отбор, более бы серьезно к нему подходила. О том, что я вообще одна единственная такая, которая, я вообще узнала года 3-4 назад эту от журналиста. Не задумывалась даже над этим вопросом. Я пришла, посмотрела, как, что делается, стала учиться, получила все допуски. Не сказала бы, чтобы мне кто-то вставлял палки в колеса. Конечно, ребята побаивались, но я так понимаю, им тоже было очень любопытно, что из этого получится. Я так понимаю, они ждали, когда я попаду в серьезный пожар. Говорили, что вот, наверное, попадешь в серьезный пожар, развернешься и уйдешь. Но мне как-то еще больше понравилось, в общем. Один пожар, другой пожар, третий. Есть вопросы какие-то? Вопросов нет? Протяжение, пошел? Пойдем. Пока. Конечно, меня ни в коем образе там не обижали, не оскорбляли, не пытались унизить там или еще что-то в этом роде. Мне не говорили, что шла бы ты девочка отсюда. Нет, не было такого. Но когда они поняли, что я уперлась, вот первый пожар, второй пожар, и я не ухожу. Я так понимаю, они просто приняли решение, что уж лучше помочь ей, научить, подсказать, чем грех на душу брать. А потом уже со временем, уже с годами, так сказать, пришло и доверие. Вот это то самое важное, что должно быть в каждом карауле. Это когда впереди идущий не оборачивается на тебя постоянно, не пытается тебя рукой найти и спокойно поворачивается спиной. Знаешь, что как бы прикроют, знаешь, что все будет сделано так, как надо и без всяких проблем, что он не останется один. Вот этого доверия я очень долго добивалась. Кажется, пожарный, он бесполезный. Поэтому мы проверяем. Сейчас будет шипеть, свистеть, не пугайтесь, ничего в этом страшного нет. Я не пугаюсь. Единственная девочка, иди сюда, помоги мне, пожалуйста, подержи вот с этой стороны. Сейчас вы увидите, как мы будем проверять давление. Сейчас я открою баллон, и стрелочка покажет, сколько в нем воздуха. Что касается моего караула и моей части, вообще части, никакой дискриминации я на себе не чувствую. А вот что касается всех остальных за пределами моего рабочего места, люди, которые меня не знают. Это кто угодно. Это прохожие, которые увидели меня на пожаре там случайно, да? Это другие сотрудники, другие пожарные с других частей, которые тоже меня не знают, или там не видели, или со мной не работали. Пару раз у сына стычки были, драки в школе. Я говорю, из-за чего подраться-то? А он говорит, мама, они не поверили, что ты у меня пожарная. Они сказали, что я вру. А так, конечно, я все-таки считаю, что правильно я пошла, и сам Бог жил.